Полмиллиарда гривен под арестом. Фискальная служба заморозила счета сразу нескольких одесских фирм-импортеров. Арестованные средства это активы одного из самых влиятельных контрабандистов Украины, утверждают в ГФС. Кто он и о каких схемах идет речь, выяснял Андрей Анастасов. Совместную операцию фискальная служба и НАБУ провели еще на прошлой неделе, но лишь сегодня глава ГФС написал об этом на своей странице в Facebook. По словам Ярослава Продана, арестованы 450 миллионов гривен. Деньги принадлежат двум десяткам одесских компаний, которые импортируют товары в Украину. Контролирует их якобы один из самых известных контрабандистов в стране. Его фамилию чиновник не называет, но описывает саму схему. Товары, в основном сумки, ткани, обувь, завозили из Китая фирмы-однодневки. Подприемства-импортеры декларировали свои товары за значительно заниженную вартостью. Митницы ДФС коррегували вартость, но подприемства вносили необходимые финансовые обеспечения, после чего товары отпускались в вольный обих. Но в ситуацию вмешивались судебные органы. Как это работает, эксперт рассказывает на примере. По словам эксперта, затем разница в платежах делилась между участниками преступной схемы. Как правило, это силовики, судьи и, собственно, сами бизнесмены. Интересен один момент, говорит Виктор Берестенко. Что произойдет с арестованной суммой? 450 миллионов. По закону, три месяца они должны находиться на специальных счетах таможни. В казну они смогут вернуться только в одном случае, если за это время в судебном порядке импортеры не смогут их вернуть. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса.